Все. Слава Богу, второй урок, четвертый урок, история христианской церкви, истории христианства. И продолжая тему, я говорю о времени подготовки Великой Реформации, о предвещении Великой Реформации. Со временем начала крестовых походов мы записали с ростового самода христианства, даты 1054 год. Чуть попозже начался первый крестовый поход и началась эпоха крестовых походов. Тоже беда, конечно, с одной стороны, война и убийства, и глады, и моры. Но с другой стороны, даже вот эти все беды, они повлияли на то, что люди стали искать правду. Люди стали искать истину. Потому что до этих походов, до всех этих катаклизмов, люди как нарушали мысль, что наша церковь, государственная церковь, папизм, допустим, или цезарь-папизм, являются истинной религией, истинной христианской верой. И вдруг, когда две трети населения вымирало от болезни вообще, чума прошлась по Европе, когда все эти неудачи в крестовых походах, все это показывало, что что-то не так вообще у нас, что это не так, видимо, в нашей вере. Люди стали интересоваться. Тем более, что на Востоке побывав, христианосцы видели разные верования, разные традиции. И как бы делали, как бы для себя анализ такой. И вот, в Европе зарождались такие течения, их назвать можно притечной реформацией. Я о них так, наверное, чуть-чуть скользко расскажу. Мне хочется больше сейчас говорить о том, что было на Востоке в это время. А в это время, на Востоке, как в фильмах бывает, в это же самое время, на Востоке. Но на Западе в это время готовилась Великая Реформация. И она, в принципе, состоялась в 1517 году. Некоторые люди могут подумать, что, наверное, до Лютера не было таких реформаторов в Европе. Были. Были реформаторы и были даже, может быть, даже и посильнее, как бы, так вот, и духовные, и более грамотные, не были Лютера. И до Лютера. Но просто не время было еще, наверное, этой реформации. При тече реформации почти все, они, ну, погибли на кострах инкузиции. В общем-то, время было очень непростое. Даже за хранение даже Библии, какой-то книги Библии полагала смертная казнь. Поэтому очень было непросто все. Проповедники были, конечно, евангельские, были проповедники. Но время от времени монахи проводили и обыски, и аресты, и инквизиция свирепствовала. И не только на западе, но и на востоке тоже свирепствовала. Вот, как, допустим, вот здесь вот на севере-западе Руси, когда вот была резня большая, ну, тоже после реформации на западе, после начала реформации, это при Имане Грозном. Когда там почти все население, чуть ли не было вырезано Великого Новгорода, это же тоже была, по сути, сдателем война против реформации. По сути, этим самым Иван Грозный, он как бы покончил, как бы, с ростками реформации и свободы. Тогда, как считалось. Новгород, Псков, это были очаги реформации тогда на Руси. Да, интересно, тоже так совпало, интересно, что именно, значит, и здесь же, по Пскову, значит, и закончилась монархия вообще на Руси. Тоже как бы, ну, совпало, как бы, интересно очень даже. Да, и, значит, на западе, о ком даже рассказать, вот, хотел вот в этот урок один уложить, но как получится уже, постараюсь так коротко хотя бы назвать. О ком вы вообще слышали вообще? Может быть, у вас где-то что-то читал, вот, из предтечи реформации. Про Янгуза слышали вы? Янгуз, да? Значит, так что Чехия славится не только своим милом, да, значит, там или чем-то еще раз. Вообще, по идее, Чехия славилась реформацией, она потом уже стала славиться, как, даже сейчас, к сожалению, как государство, где большей частью атеизм даже. Но в свое время Чехия была известна именно реформацией, на самом деле. Вот я верю, что и сейчас Господь, Он поднимет чешский народ именно в реформации. Вот молимся об этом сейчас-то. Молимся уже не первый год об этом. Я там тоже проводил семинары в Праге, в Чехии, значит, проводил семинары, вот, посвященные как раз Яну Гусу. И вот в следующем году, в 15-м, будет как раз юбилей, вот именно Яны Гусу, этот год следующий. И в календаре нашей церкви мы тоже посвятили как раз Яну Гусу. И, в общем-то, в Праге планируем там провести семинар, конференцию, посвященную как раз семинар памяти этого реформатора. Там, конечно, там они и сами будут проводить эти все мероприятия, чешские церкви. Но там очень много с Россией, вообще с бывшего союза, много людей. Я там проповедовал концерт и приехал в Чехию, а там больше полуцеркви армяне. Я так, баром зес, ну, что же, проповедовал армянам. Я не знал, что за все, что это армян. Значит, по сути, это маленькая Армения. Значит, много русских есть, большой район там, где только они русские вообще фактически. Вот, Москва там, вообще, все вступила. Если видишь большой дом, значит, точно москвич. Значит, и точно. Поэтому есть кому проповедовать. Даже не надо переводчика. На русском языке можно кому проповедовать, много кому. Так что, если на миссию кому-то Бог побудет, начать ее вперед. Там работа очень много. И очень хорошая работа. Значит, и... Потому что Яна Гуса обычно вспоминают, ну, больше или меньше, от всех, кто говорят о предтече реформации. Его называют вообще даже, как бы, ну, величайшей предтечей реформации. Да, но сожгли его на костре в 1415 году. Ну, сожгли его не в Чехии, сожгли его в Констанце. Его вызвали на, как бы, общение, на допрос, на такой... На суд, по сути, вызвали. Хотя у него была грамота охранная, его не должны были казнить по законам того времени, но его все равно казнили. Потому что для религиозной мафиозной системы он представлял ему очень большую опасность вообще. А почему? Потому что, как раз именно Ян Гус, он был, с одной стороны, традиционным священником католической церкви, с другой стороны, он уже был евангельским таким католическим священником. Он, потому что на Христа указывал не на кого-то еще другого, а на Христа, на Иисуса. И его проповедь была проповедь без индульгенций, о покаянии через веру в Иисуса Христа, спасение. Вот, как бы, его проповедь, она очень отвечалась на тому, во что приказывали, по сути, верить римские партии. Ну, тогда было вообще не было неразбериха даже, честно говоря. Вот, там было целых три папы римских. Вот, значит, одновременно, приятно вообще, но это, конечно, ни в какие ворота не лезло. То есть, был римский папа, он умер, избрали нового папу. Но, там, другие товарищи не согласились, митрополиты избрали своего папу. А третьи сказали, нет, давайте решим вопрос этот, и избрали вообще третьего папу. Эти три папы друг друга предали там проклятию, значит, там, и, значит, собирали налоги. Представьте себе, значит, епархия живет себе, значит, приезжает от папы римского, ну, налог, десятины собирает, отдали им. Приезжает от другого папы римского, и нам с десятины, мы уже отдали папу римского, какому? Такому, это беззаконный папа, у нас же законный. Потом от третьего приезжают папы, да вы что, вот как сговорили, что ли? Сколько у вас под пап время-то? Короче, было три папы, и они воевали друг с другом, даже армию собирали, чтобы, значит, начать такую гражданскую войну. В конце концов, собрали собор, чтобы как-то, ну, приверить этих пап, как-то рассудить, кто из них все-таки папа настоящий. В конце концов, всех троих уволили. Решили, чтобы никого не было обидно, всех троих уволить, поувольнять, отправили на пенсию, будем договориться. Потому что все трое оказались аферистами, вообще, при том, ну, с большой буквы, аферистами. Вот избрали нового папу вообще, вообще супер афериста, правда, как потом выяснилось. Но этот папа новый, он пока не решит, но налег какой-то порядок. Потому что эти трое, они вот реально полкали Европу в настоящую гражданскую войну. Вот под знаменами христианским, значит, во имя каждой своей идеей, как бы. Вот так вот. Но папа римский тех лет, тех столетий, если вы почитаете источники, вот эти вот истории папизма, истории пап римских того времени, то, конечно, там Нерон со своим развратом, там, значит, просто отдыхает вообще. И просто бесили жиру, и вся Европа платила, оплачивала многочисленных любовниц и любовников вот этих пап, все эти пиры, каждый день блистательные пиры. Не просто, там, значит, а до поросечивания избу. Значит, весь рим гулял, весь рим гудел. Конечно, всем перепадало, значит, там, объедки старского стола. Но в основном гуляли это вот как раз папа, его кардиналы, вся эта мафия. Вот, значит, и, конечно, те короли, которые прикармливались возле Папы Римского, собственно, со всей Европы золото шло туда, представьте, вся Европа работала на эту огромную пирожку. Значит, и это было, конечно, настолько ужасно. Да, конечно, денег сегодня не хватало, значит, как в России говорят, деньги еще на ВОЗ. Нынче нет, завтра ВОЗ. Вот, но, значит, ВОЗа все и не было, и не было. Значит, поэтому придумывали новые-новые доктрины, непонятные, значит, вот эти вот индульгенции. Я уже рассказывал о них, не буду повторять, но учение об индульгенциях было, по сути, это была самая громкая афера вообще в истории христианства. Потому что, представьте себе, даже Остап Бендер отдыхает со своими, давайте, вот, деньгами, там, на провале, помните, да? Значит, я был в Пятигорске недавно, как раз. Значит, и там, значит, статуя этого, значит, ну, сделала композиция такая, пожалуйста. Я даже сделал пару, там, фото с этим великим комбинатором. Думаю, с таким аферистом, ну, грех, не знаю, ферму тебе было. Значит, у него фраза такая была интересная, что, значит, не будешь, ходи в церкви, вас не обманут. Вот, как бы, вот, и Остап-то все-таки был там все-таки где-то прав. Значит, нет ли в церкви, все не так, все не так, как надо, как Белорисовский, Владимир. Вот, но в чем-то прав Бендерта, что, вот, аферизм вот такой светский, это, как бы, так, ну, ребячество. Вот, МММ всякие там и прочее, это все, это, как бы, так, скажу, это аферизм такой детский, и это действительно ребячество. Но аферизм такой серьезный, капитальный, там, где и Бендер, и всякие МММ отдыхают, пирамиды, вот, это религиозный аферизм. И почему аферизм этот надо разоблачать? Почему его необходимо разоблачать вообще даже? И я вижу это даже очень необходимо. Потому что не то, чтобы зависть, значит, тем, кто заработал кучу денег на всем этом, нет, им не позавидуешь. Здесь, да, на земле ничего себя более-менее не устраивает, хотя и на земле богатые тоже плачут, знаете ли, другими слезами, но тоже плачут. Вот, и даже сидя на золотом унитазе, он все равно будет плакать, знаете ли, значит, если там ему и... Можно купить, как вот говорят, да, мы раздавали такие трактаты в Гумеле, значит, там церковь у нас тоже есть, реформаторский православный церковь в Гумеле. Значит, и раздавали трактаты, и там, с одной стороны, миллион долларов, значит, сколько им сделано так, интересно. Ну, конечно, доллары все принимают, все брали. А с другой стороны, там, как бы, такое, как раз послание, что за деньги можно купить, допустим, кровать, но не сон, значит, да. Значит, лекарства можно купить, но не здоровье. Ну, хотя можно, конечно, где-то и сон там, ну, где-то и здоровье где-то там подкупить чуть-чуть, значит, но все равно. Но, по большому счету, удел один, могила, а что потом, суд. Человекам положено однажды верить, а потом суд. Богач пиршествовал каждый день блистательно, однако же и в Аде, будучи в Муках написано, хотя Владасове увидел вдалеке, там, Абрама рассмотрел, и Лазаря на лоне ему. Интересно, я не думаю, что он знакомился, там, общался вообще с этим бомжом. Я не думаю, что он там с ним, там, там, приветствовался, там, каждое утро, там, привет, там, Лазарь, как дела? Да, как собачки твои, которые лижут твои струпы, значит, я не думаю, что они там общались вообще, ешкались, значит, и даже, там, Лазарь что-то там и сказал, там, господин, там, подайте что-нибудь там, месье, значит, я не думаю, что он что-то там подавал, потому что написано, что он мечтал набитаться крошками, падающими со стола богача. Там не написано, что ему подавали, там, эти крошки, там, эти объедки подавали, нет, даже этого у него не было. Просто, видимо, там вечности времени больше, чем достаточно, вспомнив все вообще, абсолютно все. Даже того, кого он видел, может, раз, там, мельком, там, и даже на него свое внимание не акцентировал, просто так пробежался. А там есть время все вспомнить вообще, всех и вся. Вот, и вспомнив того бомжа, конечно, он, значит, конечно, там, попросил кое-что. Я не знаю, почему у него бомжа этого, почему Лазарь, может, нельзя ли у кого-то еще другого, я не знаю, значит. Но вот у него была верх, верх его мечты, это представление его всех, это капелька воды с кончика пальца бомжа этого. Это было для него верх ожиданий вообще. Он больше не мог себе представить даже, как бы, ну, как бы, для себя облегчений своей участия. Но даже в этом ему было отказано, в этой малости, совсем малости, казалось бы. Значит, почему? Не потому, что Авраам такой жестокий, Лазар такой, значит, вот так тебе и надо, мол, там, буржуй, значит, сиди там, значит, в огне. Значит, не в этом, я думаю, что как раз действительно правда духовная открыта там такая, в этом послании евангельском, что действительно, значит, этот барьер на пропасть непроходима. И действительно она, она существует. То есть нельзя вот из одного в другой, потом раз там перескакивать, там, переходить, очиститься, почистили, еще там, перейти туда-то, вымылись туда-то или сюда-то, допустим, перейти. Отсюда и обратно не переходит. Вот так, господа. И, но почему надо эту систему лживую разоблачать? Потому что дело не просто в наживах. Дело в том, что за этих аферистов используют сам дьявол, чтобы не допускать людей до спасения. Получается, и сам не ам, и другим не дам. Взяв ключи разумения, и сам не входит, значит, и других не пускают. То есть, ведь люди идут в храм, допустим, они идут за спасением, люди ждут спасения. Но если священник не на Иисуса Христа указывает, да, он уже преступник, получается. Если священник не может просто, понятно, объяснить путь спасения, как спасти, в чем путь спасения, и если для него это не в Иисусе Христе, это путь спасения, то это вообще-то, это беда. Да, получается, человек приходит за хлебом, а ему вместо хлеба камень дают. А еще хуже ситуация, вместо рыбы, змею, религиозного культизма. Да, друзья, и вот из предыдущей реформации можно вспомнить альбегойцев, катаров, вот, юга Франции. Можно вспомнить Вальденцев, Пьер Вальденцев, такой был купец, значит, бизнесмен, который прочитал запретную книгу. Вы слышали о Вальденце вообще? Вальденце, нет? А катары, нет? Альбегойцы. На юге Франции город такой Альбегой. Они себя называли катаросом, а слово катарос – чистый. Они хотели чистого христианства, они хотели вот этой чистоты. Не знали до конца, где это, в чем чистота, но, слава Богу, что нащупали эту чистоту в Евангелии. Нащупали ее в Новом Завете. Поняли, что в этом основа, как раз, именно христианство-то. Стали читать. Правда, кто во что-то раз, значит, но все-таки люди больше или меньше, но для них открылся путь спасения в Иисусе Христе. Но Альбегойцев и катар, в целом, движение поют у Франции. Это огромное было движение, охватывшее миллионы людей. То есть, это не просто там местечковое, такое маленькое, знаете, такое доморощенное движение. Нет, это было именно действительно такое огромное большое движение. Настолько большое, что, вот это трудно сейчас даже поверить, но Папа Римский даже объявил крестовый поход против, не на восток, а против своего же населения, как бы, это как бы, ну, выглядит вообще как, даже глупо как-то, я не знаю. Крестовый поход. То есть, это надо было додуматься так вот. Долго, видимо, думать надо было, чтобы додуматься. А не просто там, против там неверных, как раньше Урбан говорил, вчера я вспоминал, да, это Папа Римского. Не против там кого-то еще, а против своих же подданок, против французов, там, значит, и Юго-Франция, там, значит, крестовый поход. То есть, крестоносцы вооружились со своими армиями, подразделениями, пошли. Им говорили, кто убьет хотя бы там одного этого бегорица, получит там индульенцию, там, все имущество их не забирайте, грабьте. Вот это да. Путешественники тех времен, значит, описывают, путешествуют через Альби, окрестности этого города, другие города, юго-Франции. А это же сплошные виноградники. Это традиционное пьянство там было, значит, раньше всегда. Самое интересное, трезвые крестьяне, трезвые города. Люди, у них, допустим, перекур такой, вот именно перерыв, да, в работе. На коленях они это время проводят, значит, молятся. Вобра подтверждает, значит, это уже другая тема, суеверия. Ну, значит, и, значит, и вот интересно, что люди молились, люди, но, но, люди молились без икон, люди молились, даже в костелах не было уже, там, допустим, там, этих, там, Мадонн, там, святых там разных. То есть, как бы, это была, ну, больше или меньше реформация. Так большой реформацией не назовешь ее, во всем она не была, во всем, видно. Но, что касается молитвы, да, что касается, там, обращения к Богу, да, это была реформация, по сути. Вот. И начался крестовый поход. Есть такой эпизод интересный, очень хорошо так показывающий эту эпоху. И вот этот гниль этой системы религиозной, вообще, когда, допустим, не то Альбе, не то какой-то другой город, я не помню. Их несколько городов было уничтожено полностью крестоносцами. Один из городов, вот этого, этого, юга Франции, был окружен крестоносцами. Ну, и там было уже, там, другую ясно, что, значит, часы сочетены этого города. Потому что в городе никакой армии не было, только лишь они, одно население, там, значит, с вилами, там, значит, с топорами, значит, на стенах. А против них до зубовооруженная армия, имеющая опыт взятия крепостей, как бы, и ни одной, там, как бы. Ну, то есть, в принципе, шансов никаких в городе нет уже. И вот генералы обсуждают вопросы, значит, там, некоторые, там, связанные, как бы, чтобы взять с минимальными потерями, как бы, чтобы и максимально доказать этих негодяев, как бы. И вот представитель Папы Римского, здесь присутствует легат, представитель Папы, и ему вопрос такой задают. Вот мы сейчас возьмем город, порвемся внутрь города. Как нам распознать, где там добрые католики, где еретики? Потому что нам в этом городе сохраняются христиане католические, которые верны Папу Римскому. И они даже там, они сами попросили прийти, разобраться, как бы. То есть, они, по сути, там, как бы, считаются католические, верные христиане. Там даже есть костел, который там с иконами, там, со всеми делами, они там молятся. И вот, что сказал представитель Папы Римского, легат, этот? Убивайте всех. Папа приказал под заклятие, значит, отдать этот город. Всех убивайте. А там на небесах разберутся, кто из них был добрый католик, кто из них был еретик. Вот такая история. Вот о временах он равен. И вот эти города были вырезаны. Как считается, больше миллиона человек на юге Франции было просто-напросто истреблено. Это не... Обычно в истории пишут альбегойские войны. Это никакие не войны. Это было просто, ну, просто истребление народа. Это было мирное население, которое, да, они порой сопротивлялись, брали там в руки оружие. Ну, это... Какое оружие? Это совсем, как бы, разница, да. Значит, просто население берет, там, значит, какие-то там палки, там, значит, там, пары, значит, да. Или же профессиональные солдаты, профессиональные армии, значит, там. Ну, это, конечно, совершенно большие разницы, значит. И в течение 20 лет этой бойне на юге Франции было, вот, порядка миллиончик было истреблено. Это жуткое, конечно, зрелище было наверняка. Потому что потом описание таки есть путешественников после этих альбегойских войн, что можно было проехать многие города, значит, и не видеть ни одного жителя. Только лишь вот эти бродячие собаки, значит, там, разоренные здесь все села, брошенные поля, необработанные. Вот все, что было на юге Франции. Но Папа Римский считал, что он победил реформацию, что, значит, что покончил с реформами. Вот, и основная вина альбегойцев была в том, что они читали Новый Завет, читали Библию, значит, молились своими словами, не по молитвенникам, как им священники обязали, и молились не к каким-то нам святым, а молитвенникам Богу. Вот, как бы, наверняка там были разные такие, свои учения у них какие-то были, но вот это основные их вины, как бы. Дальше про, я вспомнил еще про Пьера Вальду, Петр Вальду, или Пьер Вальду. Значит, Пьер Вальду это бизнесмен, купец, который богатый человек, имеющий бизнес очень разнообразный, это склады, это магазины в разных городах, корабли, то есть человек, имеющий хороший бизнес. И вот он достал запретную книгу, Библию. Я не знаю, и никто не знает теперь, только лишь в вечности узнаем, почему он решил именно Библию достать, он мог бы позволить себе другую книгу, допустим, да, кто достал запретную книгу. Ему, наверное, интересно было почитать, может быть, кто-то ему что-то сказал, может быть, кто-то ему когда-то что-то там проповедовал, я не знаю. Возможно, и так. Возможно, у него было просто внутреннее побуждение. Возможно, ранее того, что называют запретной плотно сладок. Может быть. Но, по крайней мере, он достал эту книгу и стал ее читать. И вот, изучая эту книгу, он, я так понимаю, покаялся, потому что он посвятил всю оставшуюся свою жизнь после прочтения этой книги именно распространению писания. Хотя в то время за даже хранение полагалось смертное казнь. Тем более, если это перевод, переписывание, распространение, это, ну, это все. Расстрел через повешение, что называется. Значит, и вот, и этот человек, у него нашлись единомышленники, у Вальдо, Пьера Вальдо, значит, и нашлись соратники. Тоже, в основном, это были люди обеспеченные, которые тоже читали писания в кругу семьи. И, может быть, они откупались взятками, я не знаю, но какое-то время, значит, пошлось без даже этих жертв. Потом были репрессии, конечно, да. И вот, используя свой бизнес, свои вот эти поездки, общаясь с евреями, которые как раз в синагогах тоже писания помогали ему как раз инвестовать Ветхого Завета как раз тексты. Вот тогда очень трудно было всю Библию именно полностью, собрать именно полностью. Но ему удалось собрать максимально все книги писания и Ветхого и Нового Завета. Значит, и, достав писание все, он посвятил свою жизнь именно распространению. Каким образом? Нанимал людей, которые за деньги рисковали тоже в своей жизни, получается. Он тоже рисковал, потому что, если бы его сдали бы, то, понятное дело, ему не поздоровилось бы. Переписчики книг переписывали. Те, кто мог, распространяли. Как вот Ленин говорил все время о газете. Искры, да, что газета, одна из цитат таких, которые мы штудировали в свое время, говорит так, что, слова Ленина, что газета это не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. То есть газета организовывает, значит, что-то. И вот, значит, и Библия тоже стала у Вальба не только коллективным пропагандистом и агитатором, но и коллективным организатором. Потому что там, где Библия изучалась, люди организовывались. в общине, в такие домашние в основном группы. Вот, да, были репрессии, да, Пьер Вальдо, он оплачивал труд миссионеров, которые рисковали своей жизнью, конечно, и не раз рисковали, и те, кто пострадали от инквизиции, на кострах погибли, значит, Вальдо, он помогал, спортировал их семьи, вдов там, сирок, поддерживал, старался. Значит, как бы, потом, со временем, все это узналось, конечно, узналась эта конспиративная сеть, потому что Папа Римский был настолько уже разъярен, что они оплачивали труд манахов, которые платили специально за доносы, вот, платили за шпионов специально, церковь католическая распространяла специально сеть шпионов, которые ходили просто по людным местам, толкались по рынкам, значит, там, площадям, значит, там, приценивались, вроде бы, что-то прикупали, а на самом деле вынюхивали, все разведывали, узнавали новости все, где, где может быть, к примеру, изучение писания, где может быть, достать где-то Библию, вот, интересовались, и таким образом некоторых распространителей писания выведывали, вот, и они попадали на костры инквизиции. Вот, но инквизиция не просто сжигала, а вначале пытались, пытались выяснить сеть конспиративную, выявить других, значит, людей, и вот такие были репрессии. Поэтому вальденсы, как правило, уходили в горы, значит, так получилось в Швейцарии, значит, на юге Германии, в горной части Талии, в Франции, можно до сих пор найти старые места показывали фотографии, интересно очень даже, значит, старые вот эти храмы церкви вальденсов, которые высоко в горах они строили, селились там, чтобы подальше вот глазу, подальше вот шпионов, подальше вот, значит, этих папских этих лазучиков и, значит, палачей. Вот, и церковь вальденсов, они сыграли большую роль именно в распространении писания. Ведь, смотря, несмотря на то, что запрещалось переводить писание и распространять дальше, вот, все равно находились вот эти люди, спинчаки, что переводили и распространяли. Но кого еще можно вспомнить? Вот Яна Гуса вспомнил сегодня, но надо вспомнить, значит, еще, я о нем расскажу еще, вспомнить надо его старшего современника. Дело в том, что на самом деле не в Чехии зарождалась реформация тогда, а в Англии. Значит, и Джон Битлев, это тоже католический священник, как и Ян Гус, только старший его современник. Значит, Джон Битлев, это человек, который, будучи священником, Битлев, он переводил писание на английский язык. Самое известное, что он сделал в жизни, как бы, во всех учебниках, об этом пишем, именно самая большая заслуга его, это признают христиане разной конфессией, в том, что он переводил, перевел Библию всю на английский язык. Его ученики помогали ему, конечно, в этой работе. Он проповедовал в Лондоне, в Линкольншире, по Англии. И его идея такая была, чтобы слово Божье было доступно простому англичану, простому человеку. То есть, слушение проводилось так же, как и принято было там на латинском языке, но он всегда присугублял перевод, объяснял писание, проповедовал, люди слушали. В Англии это сходило с рук его. Дело в том, что в Европе за подобное сразу бы на костер. В Англии по закону тоже полагалось, конечно, было арестовать и сжечь, но власти не выдавали его. Большую часть вот этих высокопоставленных английских правителей, богатых людей, они, может, не во всем соглашаясь с идеями реформации, не во всем поддерживая реформу, но они хотели независимой английской церкви. Все золото с Англии, потому что как струнт вот эта религиозно-бафирозно-коррубированная структура высасывала просто. И, значит, они понимали, англичан, английские правители, что уходят как в песок все просто-напросто. Что делать? И они хотели независимой своей церкви английской. Даже когда перевел Новый Завет и было желание издать все это, но издать книгу в то время это было и сейчас это недешево, тогда это было вообще огромнейшее деньги. Тем более у него был замысел сделать это большим тиражом, чтобы это было доступно для большинства населения. Да, и вот он стал просить денег. У него был перевод уже, идея издания, но не было денег на подобное издание. И он обратился к богатым англичанам, к этим анлигарфам, обратился к богатым людям. И эти богатые люди стали давать много денег. частью стали давать поддерживая реформацию, а частью на зло по-перимскому пусть у нас будет в Англии своя английская гибель. Значит, и вот пусть он там как бы значит о злости врет в Ватикане с этого. До Мартина Лютера. Конечно, до Лютера. Это еще какой там век? 14 век получается. 14 век. То есть в это время А в это время Янгус, которого сожгли еще за 100 лет до Лютера, еще даже не родился. Он еще только когда Виклиев уже издавал Новый Завет, Янгус только еще родился еще. Он еще у себя там в гусенце этих гусей пас на полях. Еще пацанок был совсем. Значит, Абрам Глиев уже в это время уже все издавался Новый Завет, уже потом вся Библия вышла. И в общем-то Виклиев Виклиев он ну как очень необычный его смерть даже была необычная. И по смерти была судьба необычная. Значит, дело в том, что он умер своей смертью для Притечи очень необычная смерть. Во-первых, ну, приезжали, конечно, письма присылал папариинский немедленно арестовать, доставить, казнить. Ну, и власти местные писатели такие формальные ответы, что, ну, по данному адресу не проживает. Не нашли, не знаем где. Хотя шпионам вообще сообщали, что он ныне скрывается, ходит в Среди Белых Дня, проповедует, значит, там, в Лондоне проповедует, значит, там, в других городах, хоть бы что. то есть власти игнорировали, так вот, по сути. И вот, потом уж приехали, значит, уже инквизиторы с требованием выдать им Виклифа. Короче, Виклиф не дождался ареста, умер. Вовремя, конечно, слава Богу, что он, вот, умер он. Вот, но эти представители папариинского не унимались. Представьте себе, требовали суда и казни. Ему говорят, вы в своем уме, он уже умер, уже, вот, ванилы его. Все, ничего не знают, приказ есть приказ, приказ априимского самого. Ну, ладно, делать, что хотите. Короче, раскопали ванилу, достали останки Виклифа. Представьте себе, ну, что вообще. Первый раз в истории, наверное, инквизиции, я думаю, наверное, и последний, судили покойника, именно, вытащенного из ванилы, будем так говорить, его облачили в эти, ну, священнической одежде, как священника, в зале суда он был, его останки были, судили, подсудимый молчал, я представляю, что заговорил бы. Вот, и, вот, судили, приговорили его к смерти, приговорили его к сожжению на костре, значит, и предавали ваннафеме, в конце концов, его останки, значит, там, сожгли на костре, вот, а прикол бросили к реку, там местную, вот такая была история необычная, жизни, смерти, и потом сожжение Джона Виклифа, значит, и Виклиф, его учеников называли Виклифисты, или Ловларды, в Англии, это очень было сильное движение, конечно, вообще, Англия стала колыбелью реформации, если, вот, именно родиной, да, реформация была Германия, там, где она родилась, то, зачатие, и вот, как бы, ну, развитие первое, было именно в Англии, Англия, потому что первая издала Библию на английском языке, правда, потом были другие короли, которые запрещали, и даже сжигали, и Библии, и те, кто читает Библию, много священников, десятки священников, там, сжигали английских, запробовать Слово Божье, вот тогда, потом была контрреформация такая, то есть, тоже там была своя эпатея очень серьезная, да и потом, тоже была не сладко, хотя, Слово Божье распространялось, но все равно, и даже английская церковь была независимой уже, уже англиканская церковь, как бы протестантская, даже тогда, все равно, тем, кто желал именно слышать Слово Божье и исполнять его, было очень-очень не сладко в Англии, и, честно говоря, даже и нет хорошей на жизни, из Англии поехали вот эти общины целые, семьи и общины, пуритан там, поехали общины, других этих христианских, вот этих, ну, церквей общины, вот в Америку, в Америку, вот Мэнфлауэр, корабль легендарный, который, значит, пересек океан, корабль уже такой, мало приспособлен для таких путешествий, вот, но за деньги смогли они, видите, ну, арендовать на время такой именно корабль, Мэнфлауэр, значит, майский цветок по-русски, который, значит, пересек океан в Артику, и высадил первую общину на американский континент уже, первую, на север американский континент, первую общину, значит, вот евангельских этих верующих, английских, Брэдфорд стал, значит, первым, значит, губернатором вот этой земли, будем так говорить, это было просто поселение, это было поселение, будем так говорить, поселение с близлежащими, провиденс, с близлежащими землями, Вот, было очень непросто, во время первой этой зимы, значит, люди многие умирали от болезни, от холода, от холода, значит, континент американский, северный был мало приспособлен тогда для жизни, совсем не приспособлен, тем более англичане не могли толком освоиться там, запасы быстро закончились. Но те, кто зиму пережили первую, они, значит, там разбили огороды, смогли как-то жить, договариваться с индейцами в Центральной Америке и Южной Америке, там было много населения индейского, а в северной фактически была пустыня, то есть там очень мало было населения, почти не было-то, и на берегах еще более-менее можно было найти кого-то. И поэтому им приходилось очень туго, конечно, значит, вот этим переселенцам. Потом туда переселялись другие общины, целые общины, брали в аренду корабли, платили деньги, в основном это были английские общины, голландские, немецкие общины были, вот разные были протестантские общины. И ехали туда христиане не от хорошей жизни. Знаете, просто в Европе к этому времени были, это уже после Реформации, были такие условия, что им надо было либо погибнуть, там умирать уже, либо искать себе новую родину просто-просто. Поэтому они отплыли к берегам пилигримы эти, их называют пилигримы, путешественники, как бы странствующие. Вот эти пилигримы поплыли не от хорошей жизни, а на самом деле спасая жизни своих просто от гонений. Вот это уже было потом уже. Вот, а значит, Джон Уиклифф, запомнили его, да, запомнили его? Это 14-е столетие. И вот учение Джона Уиклиффа, а какое учение? Там не было такого специального учения какого-то, это так условно говоря называют учением Джона Уиклиффа, на самом деле это просто христианское учение. Но учение Джона Уиклиффа, оно называлось учением его. Почему? Потому что оно было революционно. Для Европы это была настоящая духовная революция. Джон Уиклифф, 14-й век, запишите. Джон Уиклифф, значит, в чем была революционность его идеи-то? Ну, как бы, чтобы была понятная история, допустим, к тому времени христианская церковь, государственная церковь, да, официальная церковь, учила, что глава церкви это Папа Римский. И он, Джон Уиклифф, говорил, что при всем уважении к Папа Римский, главой церкви является Иисус Христос. И церковь это не просто структура. В католические иерархии говорили, что церковь это структура, церковь это иерархия, в первую очередь. Там, где нет епископа, нет церкви вообще, они так говорили. Но Джон Уиклифф библейски объяснял, что где даже двое и трое собраны во имя Его, во имя Иисуса Христа, там уже христианская церковь, первая община. То есть, и он говорил, что церковь это не просто структура, мафия какая-то. Нет, церковь это верующие люди, собрание верующих людей, в первую очередь. И глава церковь это сам Иисус Христос. В общем-то, в чем еще была революционность идеи Джона Уиклиффа? Он, допустим, говорил англичанам, обращаясь к англичанам, до каких пор вы гордите тунеядцев, алкоголиков и блудников? Зачем вам монастыри содержать вообще? Вот пускай, если монастыри есть в Англии, пусть они сами работают. Пусть они, ну, на самообеспечение, самофинансирование существуют. Вот. Значит, если, допустим, монастырь организован какой-то, допустим, ну, год, два, три поддержали его материально, но, а дальше уже они должны сами как-то выкарабкаться, должны сами как-то работать. Вот. А монастыри, которые в Англии насаждены были, они просто-напросто бездельничали. Это были, как бы, цитадели грездельников, тунеядцев, алкоголиков, значит, там. Вот, значит, и на всю Англию был позор. Люди видели эти монастыри, поэтому, как бы, значит, ну, как бы не хотели иметь общего с ними ничего. Но вынуждены были платить на ноги им. Вынуждены были содержать их. И Джон Уиклифф, он в парламенте добился того, что в парламенте, ну, там, при высокопоставленных людьми, убедил, дошло дело до короля, чтобы монастыри перевести на самофинансированные и самообеспечения. И все. Резко сократилось количество монастырей. Вот, значит, если монастыри себя не окупали, сами не работали, не хотели работать, езжайте себе в Европу, там дурака валяется во Франции, в Англии, не место тунеядства они гладили. Все. Чуть-нибудь два раза сократилось количество монастырей тут же. Вот. Все, кто не хотели работать, все уехали из Англии во Францию, в Италию. Ну, и, конечно, стали жаловаться, значит, папе Римскому, что так и так, вот, Иван при нас не кормит. Значит, и дальше, что еще? Ну, у него много было хороших, интересных идей таких. Вот. И, наверное, центральная идея Джона Уиклиффа, Библию дать простому человеку. Простому человеку, простому населению. Что Библия должна быть не просто богослужебной книгой, которую там, красиво там, в золото его вкладываем, значит, там, вносим, торжественно поем, а то слово, которое мы слышим и изучаем, значит, и исполняем. И в это время в Англии были учащиеся из Праги, из Чехии. Я, допустим, учился там. Но его товарищи учились. И когда они приезжали, они рассказывали, что так и так, в Англии есть такая идея, передовая идея, значит, ну, правда, в Европе эта идея была вообще запретной, да и формально она и в Англии была запретной, но там как бы это сходило с рук. Библию дать простому человеку. И вот, слава Богу, что Янгус, он пережил обращение к живому Богу, иначе читая Слово Божье. И он, по сути, его идеей тоже было главное. Дать простому Чеху Библию на чешском языке. Правда, не получилось издать ее тогда, не получилось ее публиковать даже частями. Но, по крайней мере, вот в проповедях Янгус проповедовал на чешском языке и вольно переводил так писание именно на чешский язык, чтобы люди хотя бы знали, о чем идет речь. Кстати, чудесным образом вообще в Праге сохранилась эта капелла рождественская. Это место, где Янгус проповедовал. Католики, когда начался с флотом Реформации, истребили, по сути, Реформацию. И когда была контр-реформация, уже в более позднюю эпоху, после смерти Янгуса была война, потом и не одна была война, и из чешского народа буквально вывивали идею Реформации и истребляли чешский народ. И вот остатки реформаторов поселились в Германии, но там тоже было неспокойно. Большая часть этих братьев чешских, они спаслись в США уже. Вот в Техасе, если на Ютубе можно узнать интересные записи, Дружка Бразерс, это знаменитая группа музыкальная, американская, они кантри, играют в кантри, и такие чешские мотивы у них старые. Это, по сути, потомки вот этих вот чехов, которые выехали. А в США можно найти в разных штатах, особенно на юге, именно потомков, даже по фамилиям, именно тех, которые, их братцы выезжали с Чехии когда-то. Вот, очень интересные ребята такие, очень интересные братья такие. Сейчас это чаще всего маптисты. А тогда это были именно вот моравские братья и чешские реформаторы, и вот, значит, Янгус, его сожгли на костре в Констанце, в город Констанц. Если карту Германии, посмотрите, найдите такой аппетис такой на карте Германии, как бы, значит, самый юг Германии. Вот туда, раз пальцем, это город Констанц. Значит, вот этот Констанц город, сейчас это часть Германии, западный часть Германии, значит, и южный часть Германии. Так вот, в этом городе, сейчас это центр города почти. Раньше это была территория за городом далеко, за стенами городскими. Там было место, поле и место, где сделали, как считается историками, самое зрелищное сожжение на костре за всю историю инквизиции. То есть, десятки тысяч людей наблюдали, как, знаете, вот, наверное, со времен Нерона христиан так сжигали, торжественно, красиво, так, знаете, вот, эффектно. Значит, десятки тысяч людей могли наблюдать на поле и со стен города это удивительное зрелище. Огромнейший помост, как бы для одного слишком, скажете, много чести. Но Папа Римский считал, что это не то, чтобы ради много чести, а чтобы напугать всю Европу. Что, смотрите, вся Европа, смотрите, люди со всей Европы были там, не только были там константские христиане, не только там были итальянские гости, германские гости, там были со всей Европы были гости. Там даже были, по сути, там даже были и, значит, с Руси славяне, там были, там были, ну, с Россией были гости тоже, которые они не голосовали, но они тоже одобряли убийство Яны Куса, потому что боялись влиянием чешской реформации не только для западной боялись, но и восточные православные иерархии боялись не меньше реформации Яны Куса, тем более, что это, ну, как бы, очень близкий славянский народ. Вот, и они были обеспокоены. И хотя они в голосованиях не принимали участие, но общее одобрение, и, как бы, оно было, конечно же, было. Вот, и перед тем Яна Куса, вначале была идея сломать его просто-напросто. В монастыре держали его, значит, в подвале, на цепи, голодом, побоями, и его пытались из него выбить, просто, идея реформации самому. Вот, была идея заставить его отречься, чтобы, значит, сломать этого реформатора, но когда не удалось, тогда уже возникла другая идея, сделать зрелищное, показное, вот такое массовое, такое убийство. Но, с того времени, вот эти зрелища, они прекратились. Почему? Потому что, в последующем, в апринске поняли, что вот эта зрелищность, она лишь создаёт пульт мученика, как бы, и, наоборот, рейтинг, авторитет папы римского, наоборот, упал после этого. А чешский народ, наоборот, поднялся на восстание после этого. Потому что, если бы они там, где-то там, просто где-то расстреляли, где-то, значит, на углу, значит, знаете ли, да, было бы одно. А то, уже, как бы, он уже герой, уже все чейки стал, уже, знаете ли, и уже, как бы, восстание было уже, ну, неизбежно, мы говорим. Давайте мы перерыв сделаем и продолжим.